Событие, которое действительно ждали. Наконец-то сдвинулось с мертвой точки решение наболевшей проблемы. И теперь у единственной в Медвежьо-Озерском поселении школы появится пристройка. На протяжении 9 лет учреждение образования работает в две смены. Здесь занимаются более 600 учеников при нормативе 280. Притворить в жизнь желания жителей удастся благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а также районным властям. В рамках выездного совещания руководство района встретилось с местными жителями. Эта пристройка планируется не только как пристройка, но и реконструкция существующего здания школы. На данный момент решает она вопрос второй смены полностью. Программа «Наши два объекта» и «Школа микронесолнечная» и «Эта пристройка» попали на 2016-2017 год. То есть мы надеемся, что к 1 сентября 2017 года этот проект реализуется. Я думаю, что мы все здесь поклонимся и друг другу за этот труд и поблагодарим губернатора за то, что он поддерживает нас практически во всех инициативах. И мы как говорили, так и будем говорить. На данный момент в нашей стране, в России, единственная партия, которую все там, кто не лень, кому критикуют и пинают, это партия «Единая Россия». Партия реальных дел, которая и говорит, и делает. Я думаю, что все будет на этот раз нормально. Деньги запланированы, и работа начнется в срок. «Сколько денег?» «Ну, по стоимости это где-то около миллиардов». Но, пожалуй, больше всего такому подарку радуются педагоги, родители и дети. «Мы, как выпускники, уже не будем учиться в следующем учебном году, когда пристройка будет построена. Но мы очень рады, что другие дети получат возможность учиться в первую смену, что немаловажно». «Андрей Юрьевич, спасибо вам, что обратили внимание на Медвежоозерское сельское поселение». В рамках выездного совещания районные власти посетили и другие важные социальные объекты. Детский сад на 170 мест в Первом Советском переулке строится по программе губернатора «Наши Подмосковья». Сейчас здесь ведутся работы по армированию колонн и стен первого этажа. «У нас, получается, в следующей неделе там тоже хорошая. Надо закрыть первый этаж. Тему первого этажа надо закрыть. Тут же кладка. Кладка. Посмотрите, сейчас очень хорошая бригада. Сейчас колонны зальют, и кладка пошла параллельно». Еще два детских сада строятся в Медвежьоозерском поселении. В первом на 240 мест с бассейном ведутся кровельные работы, установка окон и межкомнатных перегородок. А во втором на 140 мест монолитные, а параллельно благоустройство прилегающей территории. «Хотелось бы лучше, как всегда, ну как есть. В любом случае, ту схему взаимодействия со строщиками, которую мы выбрали, мы будем воплощать в жизнь. И заставим их в установленное время сдать садики в эксплуатацию». Близятся к завершению работы в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Строители заканчивают отделку фасада здания, благоустраивают прилегающую территорию. «На сегодняшний день объект готов на 95%. То есть, как бы остались небольшие недоделки, которые надо дать. Но это, как правило, на выходе обязательно вылезают какие-то мелочи. Нам для того, чтобы закончить объект, еще надо где-то недоделки. Вот это дней 10». Скорыми темпами идет строительство и детского сада в микрорайоне Анечково. На данный момент строители ведут монтаж монолитных конструкций первого этажа здания. Отставания сроков строительства нет. Контроль за возведением соцобъектов в Щелковском районе будет продолжен и со стороны исполнительной власти, и представительной. «Мы, депутаты местных поселений и районные депутаты, наблюдают за динамикой строительства детских садов. И мы реально сегодня увидели по Медвежьим озерам, что динамика такая, которая позволяет нам говорить, что в декабре эти детские сады будут даны». «Я им благодарен за тот труд совместный, который мы вместе делаем. И практически всегда говорю во главе председателя депутатов, уважаемая Надежда Владимировна, везде должен быть депутатский контроль». В завершении выездного совещания Алексей Валов посетил железнодорожный мост в районе улицы Фабричной. Именно здесь запланировано строительство нового автомобильного моста через реку Клязьма, параллельно железнодорожному. Вопрос о возведении транспортной артерии обсуждается в правительстве региона. «На этом совещании мы доложили свои взгляды на использование этого обходного маршрута и строительства моста. Доложили расчеты. Очень многое зависло от позиции губернатора, вице-губернатора. И они поддержали эту позицию. Проект на стадии обсуждения принимается. И дальше идет, соответственно, разработка ППТ. После разработки ППТ, соответственно, проектирование. И, соответственно, в следующем году мы уходим на строительство». Дарья Соснегова, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково». Для подогрева.